Всем огромный привет! Начинаем новый день. Наконец-то у нас за окном батумское солнышко. Немножко закончились дожди, ну как они все вчера были. Еще вот так пасмурно, но тем не менее. Трехдневный дождь закончился и говорит о том, что можно пойти погулять. Поедем сейчас в Батуми. Мы живем в пригороде Махинжаури. Это 10-12 минут на машине, минут 15 на автобусе. Это совсем недалеко. Если брать, например, большой город, даже если брать Саратов, то это примерно как доехать из одного района в центр города. Ну и то, наверное, там будет дольше, чем вот здесь, где мы находимся. Вот, планы на сегодня. Сейчас заедем в центр, тренировка у Кирилла. Сейчас тренировки проходят каждый день. Из-за того, что 10-го числа будут соревнования 10-го декабря, Кирилл будет участвовать. Так что у них интенсивная подготовка, тренировки каждый день, наверное, уже вторую неделю. Вот так вот все серьезно. Серьезный подход. У нас на завтрак икра, которую мы вчера малосолили. Нашли в рыбке хлеба нет, поэтому сделали бутерброды с хлебцами. Вот. И каша на кокосовом молоке сверху будет с черникой. Вот. С голубикой. Ой, голубикой, извините, да. Все, всем приятного аппетита. Не свистит ветер. Скорее помоги Снегурочке. Давай. Что это такое? До конца. Не слышно. И в обратную сторону. И в обратную сторону. Давай, последний раз. Только улыбаемся. Ротик делаем. Один. Один раз остался. Давай. Только хорошо его надо сделать. Давай. Я потом болтал. Ты болтал? Ничего не сделал заново. Снегурочку. Давай. Нет, ты болтал. Проболтал. А надо делать холодок. Давай. И. А где И, пап? Вот это И. Теперь Э. 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 Теперь буква У. У. Вот это буква У. У. С. У. Не торопись. У. С. Нет, ты торопишься. Гриш. У. У. С. 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 Дэла с уроками. Непольшой творческий беспорядок на столе. Сейчас проходим сложные примеры. деление круглых чисел на круглые десятки. Смотрите. Подожди. Две тысячи, тысячи. Ну ты давай, дописывай пример, тебе осталось немного. Биллионы, сейчас, подождите. Вот. Пять тысяч. Ну ты вперед пока зашел. Давай, дописывай то, что тебе задали, и будем делать русский. Если что, это у Кирилла черновик. Весь перечерканный. Кстати, по поводу школы. Мы из школы в Саратове написали заявление на домашнее обучение. Ну ты сам можешь надеть носки на домашнее обучение. И сейчас мы, у нас вариант обучения онлайн. То есть мы делаем то, что задают в школе, мы это выполняем. Но по сути мы собираемся прикрепляться к школе, к Фоксфорду конкретно. Для этого сейчас нужно написать заявление в нашей школе о том, что мы уходим на семейное обучение. Мы еще его не написали, не отправили. Нам разрешили это сделать онлайн. Я напишу его, отсканирую, отправлю на сайт нашей школы, где Кирилл учился. И потом уведомлю министерство образования, вроде бы, да, что мы переходим на семейное обучение. Затем мы сейчас узнавали здесь про школу в Чак. Вы, кстати, писали в комментариях, что рядом с Батуми, рядом с Михин-Джаури есть Чакви. И там есть школа с русскоязычным сектором. Сегодня я нашла номер телефона заведующей этой школы. Артем позвонил, спросил, есть места в третьем классе и в пятом классе, а в четвертом мест нет. Если записаться в очередь, то мы будем пятыми. Вот. Поэтому я уже так настроилась на что-то вот. Может быть, в третьей попробовала или в пятой, я думаю, нам попасть. Так что все в четвертом классе занято. Есть частные, есть государственные школы в Батуми. Перевыверни у тебя носочек наизнанку, говоришь. Выверни его, выверни. Вот так, да. По поводу школы государственной с русскоязычным сектором есть две школы, но они там все заняты классом. И как пишут девочки в комментариях, там в один день в мае открывается запись, которая за три минуты заполняется. Для этого нужно очень хорошо писать по-грузински. И очень хороший интернет иметь. Вот. Поэтому там шансов примерно как выиграть лотерею, я не знаю. Такие дела. Платные школы в школах тоже не сильно с местами много, поэтому вот такое обучение прям в школе-школе, я бы выбрал лучше его, честно говоря, в русскоязычном секторе. Вот. Кусая губь, потому что я рассчитывала на школу, в которую не попали. Ладно. Будем думать дальше. Будем думать дальше. Дальше, дальше. Может быть, кто-то из вас тоже живет в Батуми и знает, где есть свободные классы, четвертые. Делитесь в комментариях. В Батуми. В Батуми, да. Сейчас, может быть, проедем, посмотрим. Я там еще несколько школ нашла, но они платные. Причем такая там цена больше тысячи долларов в год. Это примерно как вот, когда я училась в экономическом университете. Там было 35, а когда я заканчивала, сейчас, а когда я заканчивала, было 60 тысяч в год. вот так стоит сейчас школа. Ну, скажи всем привет, ребятам. Привет, ребята. Привет, ребята. А, слушай, мы же научились букву С, говорит. Ну, в процессе. Давай скажем сок. Сок. Суп. 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 Нос. Давай скажем нос. Мы приехали на занятие. Гриш, давай скажем ребятам нос. Нос. Молодец. Ой, санки. Санки. Гриш, скажи еще раз. Санки. 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 Санки, да. Санки, санки. Сколько у тебя конопушек, Гриша. Ты весь конопатый. Смотрите, сколько у него конопушек появилось. Ничего себе. Откуда у тебя столько? У тебя вообще все в конопушках. Вот это да. Ничего себе. Мы приехали посмотреть еще одну школу в Батуми. В Батуми называется Georgian American School Progress. Не знаю насчет русскоязычных классов, но здесь все закрыто. И картинка о том, что они открываются. Вот новое здание в 2021 году. Вот, значит. Но мы не нашли адрес, где находится новое вот это у них отделение. Тут все закрыто. Двери закрыты. Внутри никого нет. И нет таблички, куда они переехали. Мы все перевели, но так и не нашли, где вот это красивое новое здание, которое на картинке. Попробуем еще посмотреть в интернете. Должна быть какая-то информация. Получается, что раньше вот это бывшее здание Georgian American School Progress находился напротив торгового центра Black Sea. Вот он здесь. Ну вот, прям напротив. Куда же они переехали? Кто-нибудь знает? Пишите в комментариях, куда. Сейчас доедем до школы номер 3, в которой, вероятнее всего, нет мест, но мы все равно в нее съездим. Ехать от этого места 7 минут. Смотрите, какое большое красивое дерево. Класс. Смотрела я обзор на город Батуми. Там, значит, парень рассказывал про дороги. Приезжал сюда жить, блогер парень. На 2 или 3 недели он перемещался на электросамокате. И учесть, что это было лето. Был сезон туристов. Очень много пробок. И он говорит, паркуется так, ну, здесь, например, вот место для парковки, вон там место для парковки. А он говорит, что так, люди все встают плотно-плотно. Вот это, кстати, школа, да? Вот это тоже школа. Это школа вот эта слева тоже. Ну, там тоже, по-моему, с местами не очень. Это евро 2000, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, а сейчас не так много туристов, но все равно в определенные часы вечером, час пик, вот такая вот обстановка. Я тебе говорю, вот это школа. Тоже можно было сюда зайти, заехать, узнать. По-моему, она частная школа. Доль евро 2000. Они достроили вот этот новый корпус. Но сейчас мы едем в третью. Можно будет потом дойти еще до этой школы, посмотреть, спросить. А еще в каких-то улочках делают ремонт, но чтобы вы понимали, наверное, если сравнивать, как в Краснодаре. Хотя я в Краснодаре не жила, но, говорят, там пробки. Из-за того, что количество жильцов города и приезжих в городе превышает тот лимит, тот трафик, который был заложен изначально в городе. И Батуми тоже сейчас очень сильно расширяется. Поэтому дороги вот, соответственно, в час пика выглядят вот так. Так, плотное движение, быстрее дойти пешком, чем двигаться на машине. А еще тут этот же парень разговаривал с девушкой. Он говорит, ну раз здесь все близко, рядом, почему грузины на машинах едут, почему не пешком? А девушка отвечает, что машина это статус. То есть лучше там, не знаю, жить с родителями в квартире, но там к 24-25 годам должна быть машина, чтобы на ней передвигаться. Вот, поэтому здесь, ну я не знаю, правда это или нет, но лучше там выберут проехать лишние там несколько кварталов на машине, чем пройти пешком. Ну в принципе мы такие же. Не сильно отличаемся. Мы в общем вписываемся. У меня лицо красное от стопов той машины. Сейчас она поедет, а у меня лицо будет не красное. Поэтому может мы припаркуемся и пойдем пешочком где-нибудь. Ехать две минуты, но на самом деле нам еще что-то прям пробка и пробка. Вот слева школа номер три. Вот мамы выше встречают детей. Блин. Тут есть русскоязычный сектор. Ходили мы в третью школу, поднялись в девятый кабинет, как она называется? Забыла. Секретарь. Секретарь. Она спросила, какой класс. Сказали четвертый. Она сказала, нет, 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 нет мест. В начальной школе вообще мест нет. А если записаться в очередь, то там 10 человек еще стоит в очереди. В общем, говорю, что нет мест. И тут в Батуми мы ничего не найдем. Ну, нам так уже говорили. Я уже слышала раньше, что мы ничего не найдем. Но в итоге я эту фразу не очень люблю. Если ты идешь, что-то хочешь, чтобы у тебя получилось, у тебя это очень даже может получиться. Эту будем испытать. Приехали еще в одну школу. Батуми. School of Future. Не знаю, есть ли здесь русскоязычные классы. Сейчас узнаем. Русскоязычного сектора здесь нет, только грузинская школа. Так что еще один обломчик. Пришли покушать. Смотрите, как в кафе подают пельмешки. Она горячая. Ты что ж трогаешь так? На тарелочку дай так. Ай. Все пусть остывает. Пельмени в сливочном соусе. Вон они такие вкусные. Соус почти как шкмерули. Смотри, высохнут, высохнут, остынут чуть-чуть. Принесли. Их принесли. Горяченькие. Как они называются, забыла? Они острые, малыш. Как называются они? Калакури. Те же самые, что мы всегда берем. Оп. Кирюша стандартный выбор. Порция шашлычка. Без лука. Смотрите, какой десерт. Внутри шоколадный фандан с мороженым. Попробуем. Налетели пташки, пташки. Тихо, тихо. Не давай ему пробовать. Тортики пробуй. Вернулись мы с тренировки Кирилла. Большая продуктовая закупка. Бананы. Они, кстати, здесь стоят 5 лари. 120 рублей килограмм. Где-то плюс, где-то минус там цена. Бывает чуть дешевле. Кабачки. Вообще шикарные кабачки. Цена у них очень даже бюджетная. 3,5 лари. Слушайте, нет, не 3. Это огурцы по 3. 2,5 лари килограмм. Огурчики вот такие. Я сначала их не покупала. Думала, они какие-то вот, как у нас бывает в Ашане, зимой на Новый год берете огурцы, а они такие в Амагните продаются. Китайские безвкусные. Нет, это нормальные огурцы. Просто такой сорт. Они реально вкусные. Огурчики. И вот как вы в ресторанах салат заказываете, они из таких огурцов. Вот тоже недорого стоит. Ну, цена такая летняя. Как бы нет такого, что наступила зима, и овощи, фрукты стали. Стоят супер дорого. Здесь такого нет. Суфетки лари 20. Кокосовое молоко мы нашли в Махенджаури. Стоит 5 лари. Это очень бюджетно для Грузии, конкретно для Батуми. Для примера я взяла за 8, за 10 и за 15. Это стоит 5. Я взяла 2 баночки. Кстати, в магазине осталось всего... Вот я взяла 2, и там осталось еще, наверное, 1 или 2. Остальные уже по 9. Да, это было. Все раскупили, да. Остальные по 9 остались. И я хочу очень приготовить том-ям. Вот, мы с вами будем готовить том-ям. Давайте, наверное, на следующей неделе я прям запланирую. Купим все продукты, креветки, мизи. Все, что нужно для этого, я прям специально найду везде. Там на рынок съезжу. Там же корень какой-то еще нужен. Там трава какая-то. И мы приготовили с вами офигенный вкусный том-ям. А, кстати, специальная заправка уже для том-ям. Но, может быть, ее тоже посмотрю. Что еще? Два пакетика ванилина. У меня он всегда есть для выпечки. Завтра, кстати, мы будем готовить слойки сыра. Перец черный молотый. И батончик. А, нет, еще фельмешки. Так, немного об инфляции в бакуне. И когда мы приехали, покупаем эти пельмени в одном и том же месте. Нам, кстати, они нравятся. Единственный момент, они вкусные. И начинка, и тесто тоненькое. Единственный момент, здесь меньше начинки, больше теста. Как бы, можно было бы... Они кажутся сами по себе большими, но можно было бы побольше мяса положить сюда, вот внутрь. Ну, все равно, из тех, что мы ели, это самые вкусные, нечастные, но берем. И они про инфляцию в Атуме стоили, когда мы приехали сюда два месяца назад. 10.30 или 10.50. Сейчас они стоят 14.50. Вот, на сколько процентов они увеличились в цене. И вот эту генералочку мы тут взяли. Наша любимая на Беглаве. Она стоила... Сколько ларь, сколько тетри, не помнишь? В самом начале? Да. 30 тетри, а сейчас уже 40 тетри. Стоила ларь 30 тетри. А сейчас ларь 40 тетри, ларь 50 тетри, в зависимости от какого магазина. Это здесь литр. У нас она вроде бы тоже продается, даже в Саратове она есть. Один литр стоит ларь тетри. 24. Где-то 27-30 рублей. Вот так вот. Все. А, ну вот еще вот эту водичку мы берем всегда. В принципе, вот таких вот мы две берем. 5 литров, здесь себе 3 литра. 3 литра мы берем 6 литров, на где-то 2 дня нам хватает воды. Плохо мы пьем воду, надо 2 литра в день только мне выпивать, а у нас получается 5 литров на 2 дня, она все всегда... Очень плохо дети пьют воду, особенно Артем тоже плохо пьет воду. А для чайника мы просто берем из-под крана холодную воду. Она как бы нормально с водой здесь чистая, нормальная, хорошая вода. Забыла вам показать. Вчера еще была закупочка, которую я не снимала. Мы купили... Сейчас покажу, что. А, ну это слоеное тесто мы взяли, я буду делать слоики. И купили вот такие ребрышки. Ребра, по-моему, копченые, но вроде как свиные. Смотрите, ну тут вот прям хорошее количество мяса. Покажу я вам, да? Вышло на 19 лари. Килограмм стоит 34,90. Здесь у нас 556 грамм. Завтра вот мы из них будем делать суп гороховый с ребрышками. Что у меня тут открыто? Да. И я замочила горох. Вот. Для того, чтобы из него, как я прочитала, не просто он стал чистым, вышла какая-то кислота. Блин, если я скажу фолиевое, то я буду... Я не обшибусь. Но, в общем, его замачивать для того, чтобы для пищеварения потом не было никакого дискомфорта. Вот. Такой секрет. Не на 1-2 часа я ставлю на ночь. Я несколько раз промыла, поставлю в холодильник. Завтра мы будем с вами вкусный супчик делать. С утра делаем слойки с сыром, сулгуни. А вечером, ну, точнее, потом в обед будем делать гороховый суп с копченой стены. Все. Убираем в холодильник. До завтра. Убираем в холодильник. Убираем в холодильник. Убираем в холодильник. Продолжение следует...